Погнали! Торможение При прохождении поворота под прямым углом, торможение уже упоминалось. Рассмотрим его подробнее. Ваше умение останавливаться, безусловно, сказывается на развиваемой скорости. Ваша способность удерживать высокую скорость на подходе к повороту как можно дольше, зависит от того, как вы справитесь с торможением на самом повороте. Вы пользуетесь тормозами не только в конце прямого участка, но практически все время, для того, чтобы удерживать мотоцикл и контролировать скорость. Торможение передним колесом действует быстрее, чем торможение задним. Очень важно добиться ощущения момента, каким из них нужно пользоваться и когда. Когда вы входите в плавный поворот, вы можете пользоваться обоями в равной степени. Когда трасса перед поворотом неровная, вы должны пользоваться в большей степени задним тормозом. Причина этого — передний тормоз зажимает пилку. Удары о неровной поверхности будут очень сильными. На неровном участке вы можете пользоваться передним тормозом частично, между буграми. Когда переднее колесо ударяется об угор, оно должно амортизировать. Периодически пользуйтесь передним тормозом. При этом вы должны постоянно работать задним. На неровном спуске надо пользоваться передним тормозом с особой осторожностью, или же не трогать его вообще, применяя только задний. Когда вы увеличиваете скорость на идущем вниз неровном участке трассы, пользуйтесь только задним тормозом. Мотоцикл будет удерживать стабильное положение. Заднее колесо не будет подниматься в воздух. То же самое относится к достаточно длинному прямому участку, при этом неровному. Для того, чтобы не терять равновесие, пользуйтесь только задним тормозом. Когда вы тормозите на повороте обоими тормозами, или каждым по отдельности, чтобы не остановиться совсем, наклоняйтесь вместе с мотоциклом. Вы сможете повернуть резче. Конечно, скорость при этом упадет. Затормозив таким образом, вы контролируете движение по инерции. Мотоцикл будет поворачивать гораздо лучше. Хороший пример использования переднего тормоза на крутом повороте. Вы можете просто почувствовать, насколько резче при этом поворачивает мотоцикл. Эта техника очень хороша при прохождении резких поворотов на спуске. Удерживается переднее колесо. Торможение задним колесом обязательно при прохождении поворота под острым углом. То есть практически это разворот. Вы нажимаете на тормоз, когда начинаете наклонять мотоцикл. Заднее колесо заносит. Происходит так же, как демонстрировалось на учебной трассе ранее. Не забывайте о действии сцепления. Когда заднее колесо заносит в сторону до нужного положения мотоцикла, отпускайте сцепление и жмите на газ, чтобы выйти из поворота. Вы переходите от торможения к набору скорости. Прекрасный способ отрабатывать торможение на той же самой трассе для резких поворотов. Вместо того, чтобы проскальзывать поворот на тормозах, в тот момент, когда вы подходите к месту, где его нужно начинать, резко нажмите на тормоза, так, чтобы мотоцикл почти остановился, и затем медленно объезжайте поворот как можно ближе к центру. Снова разгоняйтесь, и у другого поворота повторяйте все сначала. Продолжение следует...